Они особенные, отношения к ним требуются соответствующие, особенные. Сегодня в Черкесске отметили День сенсорики, в рамках которого опытные логопеды-дефектологи и психологи провели занятия по проработке тактильного анализатора с детьми с особенностями здоровья. Мадина Каракетова подробнее. Асяд Гербекова – логопед-дефектолог, и в своей основной и главной миссии видит помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. И организовывая эту встречу, на которую приглашены более 20 детей, она ставила совершенно простую, но важную в конечном итоге цель – социализацию подопечных. Более пяти лет я работаю именно со сложными детьми, у которых есть сложные нарушения в развитии. И вот за этот период очень хорошая динамика пошла. И дальше этих детей надо социализировать. Нам нужны такие мероприятия, где они общаются, где они развиваются. И вот на данный момент вот такое мероприятие их развивает. Ограничения здоровья могут быть врожденными, обусловленными генетически. Или же изменения здоровья могут возникнуть в период роста детей, связанные с заболеваниями, травмами и тяжелыми психическими переживаниями. И необходимо принять все необходимые меры для того, чтобы научить ребенка жизни с ограничениями, умению справляться с ними. Ведь каждый человек в современном мире имеет право учиться и быть вовлеченным в общую жизнь, уверена Асяд Гербекова. Все это даст детям необходимые ресурсы для нахождения в социуме. И одна из таких возможностей – искусство. Специальный гость встречи, специалист по арт-терапии Елена Шедакова, предложила на этом занятии проработать с детьми тактильные и зрительные анализаторы. Сегодня я хочу провести технику искусства с луашью, чтобы они поработали кистью, ватными палочками. Это не традиционная техника. Они сегодня будут работать в пластинографии, в технике пластинография. Будут вылепливать пластилином картинку. Я буду создавать эскизы, показывать. Они будут за мной повторять. Кому нужна будет помощь, я буду подходить, помогать. Они начинают развиваться лучше. У них сенсорная моторика развивается. Пальчики лучше работают, мышление развивается. Для них это очень важно. По мнению Елена Шедаковой, такие встречи и занятия помогут детям с ограничениями здоровья чувствовать себя нужными, каждый раз узнавать себя с лучшей стороны. И самое главное, такие встречи – это возможность для общения. Ведь общение – одно из важнейших условий развития ребенка. Главнейший фактор формирования его личности – возможность познания и оценки самого себя посредством других людей. Мадина Каракетова, Ренат Муков, Вести, Карачаева, Черкесия.